Инерционные процессы, когда, допустим, какие-то части мозга отмирают в силу естественных, ну, саморазрушающих причин, ну, это вот известно у обычного человека, когда, допустим, организм стареет, соответственно, стареют, допустим, структуры мозга, причем не только клетки, а там, видимо, целые функциональные блоки. Почему вот возникает старческое слабоумие? Это один момент, вот. Но есть, кроме инерционных процессов, я согласен, искусственно порожденные, то есть, когда, например, мозги ограничивают каким-то способом, и для этого не обязательно даже вырезать какие-то части мозга, для этого есть другие методы, например, когда информация формируется в виде каких-то блоков, вот, и кто управляет этими блоками, управляет, соответственно, сознанием любого разумного существа, не только человека. Можно я, буквально, чуть-чуть, она не рада, не бывает. Это не хорошо и не красиво, сможет. Ну, хорошо, хорошо, просто скажем. Нет, просто не красиво. Ну, хорошо, давайте. Надо же, чтобы сказать два слова, не надо этого делать. Заводи, говорите. Ну, говорите. Нет, буквально два слова. Нет, вы сказали, что человечество разрослось. Последние статистические данные человечества, население падает. Нет, его сокращается естественно, ну, или почти естественным образом. Вот и все. А теперь вы можете переворачивать как угодно. Вот интересный эффект Маугли. Вот, допустим, ребенка в пять лет оставляет в джунглях какие-то события, и он попадает либо в стаи обезьян, волков, других животных. Постепенно он деградирует человеческие функции, приобретает функции рода, в котором он живет. Становится обезьяном, лазит по деревню, кожа грубеет там. Все функции. И когда его там, допустим, в пятнадцать лет отлавливают, приводят к человеку, пытаются одеть одежду, и ничего не получается. Мозг человеческий вымер. Он остался зверем. Вот это подумать на эту тему. Почему это так? Может, не вымер, а просто запрограммирован. Стерто почему-то было. Потому что есть период программирования с двух до пяти человеческий. Если это пропускается, то он уже зверем остается. Раз тут пошли вопросы о деградации, то с моей точки зрения, вот, кстати, Диуоф Александр уже об этом говорил, что как только вид переключается на питание невидовое, а не свое видовое, то он теряет все навыки своего вида. И вот этого биологи не могут понять, что человек не является хищником. Но мы питаемся как хищники. Вот я уже веган двадцать лет. И я прекрасно понимаю, и вот как я мыслил, я понял, что питание определяет способ мышления. Это может покажется как бы необычно, но это факт. И получается, что если мы хотим действительно спасти человека от деградации, человек должен стать веганом, то есть питаться только растениями. И только это поможет человеку, иначе мы станем хищники, а все миллиарды хищников уничтожат планету, уничтожат себя. У меня даже сон приснился. Я теперь понимаю, почему я здесь оказался. У меня был недавно сон, и мне снится, что все люди сами себя уничтожили, остались обезьяны, и обезьяны пользуют там среди остаток человеческой цивилизации и начинают исследовать. У них получается разум. То есть планета Земля становится планетой обезьян. Наверное, завершенно. Вот эмоциональный механизм. Я вот хочу прокомментировать, что об этом известно как бы в науке, в биологии, в которых недостатки часто сказали. Значит, вот сшибка. Вот был такой человек, философ Поршнев, он известен как диалектический материализм, по поводу Жанны Дарк, в общем, средневековье Франции. Но он, значит, свой главный труд считал, что это как возникла история эволюции. Поскольку тогда эволюционизм был, потому что ведь у животных нет истории, у человека только история, но у животных нет и цивилизации, и культуры тоже нет. Эта история, связанная и культурой цивилизации тоже так. И, короче говоря, он проанализировал огромный пласт физиологических, графических, в общем, всех наук про человека и пришел к выводу, махать себя не будить. И вот все время там стыдно, там песнь где-то не там плохие отметки получать, но все время стыдно, стыдно. Вот тревога, это эмоция, которая знаменует собой сшипку. И вот эта сшипка, она как раз как эмоциональный механизм выглядывает. Хочу сказать, что всегда процесс торможения, то есть инволюции, маскируется под процесс возбуждения, то есть процесс эволюции. Заказной в свое время характер исследований Чарльза Дарвина с Митсоновским институтом масонской организации был заказ на доказательство эволюционного характера биологических видов. В то время, как они прекрасно понимали на тех артефактах, которые были найдены, что идет процесс эволюции. Известно, что количество видов биологических на Земле сейчас не увеличивается, а наоборот уменьшается. Земля вымирает. Хочу сказать, что в прошлом году было запущено десятилетие запуска андронного коллайдера, величайшего сатанинского изобретения на Земле. Это было 10 сентября 2008 года, когда был впервые запущен первый блок коллайдера, который начал нарушать ту самую Меркабу, тот самый кристалл геоземли, в результате чего пошел как раз на этот год первый сильный, скажем, дефолт, экономический кризис. в 2014 году были усилены эксперименты с коллайдером, произошли ряд революций, в том числе на Украине, и ряд оранжевых революций впоследствии. Можно говорить о том, что идет вмешательство с помощью технологического процесса, который выдают за эволюцию, нашу с вами эволюцию, а на самом деле идет деградация, потому что идет нарушение ноосферы, идет нарушение вот того самого камня Шантамани, или Белгорюч камня, или вот как его в древности гиперборейцы называли, или геокристаллы Земли, той самой Меркабы. Поэтому нам выдают все это, что мы идем в рай, на самом деле нас сливают в унитаз. Все, последний. Ну все, хватит. Спасибо.